Дорогие товарищи, в Москве открылся культурно-просветительский центр «День», включающий в себя книжный магазин, галерею и лекторий. Конференции, встречи с авторами канала «День», выставки работ художников «Круга газеты «Завтра», книги издательства «Наше завтра» на третьем этаже ТЦ «Добрынинский» в трех минутах от станции метро. Добрый день, дорогие друзья! Наши зрители, наши слушатели, сегодня мы продолжаем серию лекций, которые мы начали еще в середине января, и которые, как я уже говорил, условно я назвал неизвестной об известном. Я как-то подчеркивал, сегодня еще раз напомню, что мы будем брать не только глобальные темы. Мы с вами говорили о таких проблемах, как холодная война, создание государства Израиль, какой могла быть судьба Калининграда, и ряд других вопросов обсуждали. Будем обсуждать и частные вещи, которые тоже весьма любопытны, потому что в истории не бывает мелочей. И каждая деталь – это как бы пазл такой большой мозаики, из которой складывается картина мира, картина бытия, картина явления. Сегодня я вот предлагаю побеседовать с вами на такую, казалось бы, частную тему, как этимология слова «пасквиль» и вообще, что с этим связано. В следующий раз я анонсирую тему лекции. Она будет носить уже более масштабный, глобальный характер. Будем с вами говорить по теме «Россия, двоеточие, Азия или Европа». Это тема, которая также часто очень поднимается. Она порой даже наскучила, набила оскомину. Но я попробую посмотреть на эту проблему с более профессиональной точки зрения и анонсирую, что речь будет идти о так называемом азиатском способе производства. Этот термин в свое время ввел Карл Маркс. Прошу тех, кто историей занимается непрофессионально, не пугаться сложной темы, которая у нас будет в следующий раз, ибо мы постараемся о сложном поговорить на простом и доходчивом языке. Всего у нас цикл наших с вами встреч состоит из десяти лекций. Практически на сегодняшний день мы половину с вами пути прошли, ну и, соответственно, половину осталось. Я выражаю благодарность и признательность всем тем, кто с нами онлайн. А как мне сообщают наши коллеги и друзья в издательстве, количество наших слушателей, которые вживую смотрят мои выступления и также потом пересматривают уже на просторах интернета, оно стабильно растет, что, безусловно, не может меня не радовать. Поэтому всегда ждем вас и в очном варианте. Здесь, в издательстве «День», на метро Добрынинское, «Коровий вал», дом 1. Крайне удобно сюда прибыть, всего лишь минута от метро. Хороший профессиональный зал, в котором мы с вами, собственно говоря, и сейчас работаем, в который я вас приглашаю. Итак, сегодня тема у нас этимологии слова «пасквиль». как оно возгникло, что оно под собой несет и каковы интерпретации этого достаточно расхожего и известного понятия. Мы с вами хорошо знаем. Вообще, этимология – очень интересная наука, на мой взгляд. И эта наука не столько носит филологический характер, что, безусловно, конечно, так, но во многом она носит и политический характер, психологически воздействуя на слушателей, на граждан страны, мира, континента, теми определениями, которые даются. И мы это на примере слова «пасквиль» тоже будем сегодня разбирать, потому что слово вроде бы звучит красиво, как многие иностранные слова «пасквиль». На Руси вообще беда с заимствованиями всегда была. Очень уж у нас всегда любили и продолжают, несмотря на те глобальные процессы, которые идут в мире, все иностранное. В свое время Сталин очень хорошо призывал нашу интеллигенцию работать самостоятельно, а не унижаться перед иностранцами-засранцами, как он выражался. Вот в этом-то он был абсолютно прав. Равно как и, например, Владимир Жириновский многие годы боролся с иностранными словами, с иностранными названиями. На фоне специальной военной операции эти вопросы снова были поставлены, о том, чтобы отказаться от иностранных названий в ресторанах, магазинах, кафе. Но, честно говоря, ведь у нас у всех с вами глаза есть, и в Москве, и в регионах изменений мало. Как были иностранные слова на латинице, так и есть. И это во многом формирует мировоззрение человека, мировоззрение гражданина. Если у нас считается, что лучшим продвижением какого-то иностранного продукта или лучшим продвижением какого-либо кафе, ресторана, магазина или одежды будет обязательное название на иностранном и надпись на латинице, это ставит вопрос о вторичности русского языка, о вторичности русской культуры, наконец, о вторичности российской цивилизации. Поэтому это вещи очень серьезные. И к ним надо очень серьезно относиться. Вот, например, слово «революция». Тоже иностранное, как и Пасквиль. И конец 19-го, начало 20-го века и в России, и в мире была такая романтизация революционеров, революции. Но когда мы с иностранного языка переводим это на национальные языки и на русский в том числе, то содержание совершенно меняется и отношение к этому определению совершенно меняется. Например, в китайском языке слово «революция» существует в следующем виде. Это тогда, когда все не на своих местах, когда нарушен порядок, когда все перевернуто с ног на голову. Вот аналоги в китайском языке слова «революция». В русском языке слово «революция». Какие мы можем подобрать синонимы? Я недавно в одном из университетов, где я преподаю, а я работаю в двух вузах, эти вопросы поставил перед студентами, и к чести университетской молодежи они очень быстро подобрали эти синонимы. Синонимы следующие. Слово «революция». Бунт, мятеж, переворот, смута. Вот наиболее яркие синонимы этого слова. И если, в отличие от романтического «революция», «революционер», мы скажем «смута» – смутьян, бунт – бунтовщик, мятеж – мятежник, то и отношение к понятию «революция» становится совершенно иным. Если молодому человеку в начале XX века хотелось иметь романтический образ революционера, может быть, это даже нравилось девушке, с которой он встречался, то образ бунтаря и мятежника – это совсем другое. Здесь недалеко до того, чтобы прийти к другому иностранному слову – террорист, экстремист и так далее. То есть тот человек, который взрывает общественный порядок. Поэтому этимология – вещь очень интересная. И наука очень интересная. В ней есть и детективное содержание, в ней есть порой и анекдотическое содержание, но в ней есть, как я еще раз подчеркиваю, и политическое содержание. Ну и опять же, прежде чем снова вернуться к слову «пасквиль», уж мы же должны подвести с вами, как обычно, исторический фундамент, базу под то, о чем мы с вами говорим. Вот, например, еще к определениям, да, как одно и то же явление одних и тех же людей можно по-разному называть. Повстанцы, ополченцы, партизаны, террористы, экстремисты и так далее и тому подобное. То есть, одну и ту же группу людей можно именовать совершенно по-разному. На примере современной Палестины. Те, кто интифаду ведут, эти же люди борются за освобождение своего государства. Для Израиля это террористы, а для палестинского народа это борцы за освобождение Палестины. То есть, вот, одна и та же группа людей может по-разному называться, и в зависимости от этого получать совершенно различный политический окрас. Итак, к слову «пасквиль». Прежде всего, этимологическая составляющая. Как это слово родилось, как появилось. И почему так называется? Прежде всего, это слово связывают с... Оно пришло из Италии, из Рима, с итальянским именем Пасквино. Кто же был этот самый Пасквино? Здесь тоже нет единодушия во мнениях, поскольку каждая легендарная история, она обрастает своей мифологией. И в рамках этой мифологии живет и существует. Предполагается, что это был башмачник Пасквино. Предполагается, что это был некий цирюльник, парикмахер. Но вот опять же, я сам себя останавливаю на том, что я вот говорю парикмахер, немецкое слово, цирюльник, украинское, украинско-польский вариант. А есть же и русское слово, бродобрей. Почему сейчас его не употребляют? Выходишь на улицу, и на английском барбершопы. Бродобрей. Человек, бреющий бороду. Почему так не называть эту специальность? Так вот, Пасквино был либо башмачник, либо бродобрей. Но есть еще один вариант, что это был просто никому незаметный учитель, который тихо проживал на одной из улочек Рима. Опять же, с именем этого человека. Считают, что если это был башмачник, то это был человек, который часто выступал с публичными речами, где жестко критиковал власти Рима и тогда священной, и тогда еще Ватикана в том числе, и католичество, пытался что-то высказать и против инквизиции, и так далее. Что, конечно, было на грани жизни и смерти. Это если он был башмачник, а если он был бродобрей или парикмахер, то тогда с его именем связывают история о том, что во время того, как он брил бороды и стриг людей, он также выступал с яркими, обличительными речами против власть придержащих. Но эти версии, как мне кажется, менее значимы, чем третья версия, хотя по большому счету исторических фактов, кроме легендарных. У нас подкрепления всех этих трех вариантов нет. Но, как мне кажется, если ты изучаешь историю, то все-таки третий вариант, который мы с вами сегодня обсудим и его коснемся, он как случайный вариант представляется наиболее правдивым и, скорее всего, так оно на самом деле и было. Дело в том, что напротив дома, где жил вот этот самый мифологический Пасквин, кем бы он ни был, башмачником, бородобреем или учителем, сейчас мы с вами говорим о версии 3, где он был учителем, стояла статуя, однорукая статуя с очень таким большим постаментом. И на эту однорукую статую местные жители стали наклеивать всевозможные записки, в которых содержалась критика местных властей, какие-то памфлеты, какие-то обличительные еще иные формы. Иногда в том числе это была откровенная клевета, ложь, наветы. Иногда это были и доносы, где какие-либо анонимные, то есть безымянные, русское слово анонимные, заменим, безымянные личности писали о ком-то, доносили на кого-то из своих соседей, а может быть и доносили на кого-то из власт придержащих из властей города. Так вот, эта статуя, обклеенная вот такими порой чисто клеветническими сообщениями, набирала популярность день от дня, месяц от месяца. и ее даже переставили на более людное, более проходное место, с тем, чтобы с теми объявлениями, текстами, памфлетами, которые на ней располагались, знакомилось наибольшее количество мимо проходящих жителей города и граждан. Может быть, из наших слушателей кто-то помнит, я вот из детства это хорошо помню, что в крупных городах в советское время были стенды с газетами, особенно на автобусных, трамвайных, троллейбусных остановках. Газета «Правда неизменна», газета «Труд», советский спорт, иногда была советская культура и так далее. То есть граждане советские могли бесплатно, даже если они не выписывали газет, хотя это редкость, все выписывали газеты в советское время, скоротать время с пользой и ознакомиться с этими свежими выпусками газет, которыми были оклеены стенды на автобусных остановках. Ну и в иных людных местах. И в принципе роль вот такого же стенда стала играть вот эта однорукая статуя, которая находилась напротив дома, в котором проживал тот самый никому не ведомый Пасквино, который по нашей третьей версии являлся школьным учителем. И самому Пасквино дело не было ни до однорукой статуи, ни до тех памфлетов, доносов, каких-то клеветнических измышлений, обличений, которые располагались на этой однорукой статуе. Он был просто учителем, и он просто честно исполнял свой долг. Он учил детей. И считают, что школьники обратили внимание на внешнее сходство лица их учителя Пасквино и на выражение лица этой однорукой статуи. Из якобы, потому что, еще раз говорю, у нас нет исторического источника, на котором можем опереться, а есть только рассказы тех, кто якобы что-то слышал. А это было в 15 веке, поэтому рассказы постоянно видоизменялись, обрастали дополнительными легендарными мифическими подробностями. И в наше время эта история как раз пришла в этом виде, когда якобы ученики увидели это сходство и нарекли вот эту однорукую статую, обклеенную доносами, клеветой, памфлетами, Пасквино Пасквиль, то есть в честь Пасквино названное. И, собственно говоря, это слово Пасквиль, то есть место, названное в честь Пасквино, оно и вошло в язык, оно вошло в обиход, и, соответственно, ту форму, которой, ту литературную форму, в которой были выполнены те самые записки, тексты, объявления, которые наклеивались на эту статую, их и назвали словом Пасквиль. Это вот та версия, которая существует. В русский язык это слово пришло из польского, где оно звучало как Пашквиль, на немецком оно звучало как Пасквиль с ударением на последний слог. При этом в конце 19-го, начало 20-го века в Российской империи нередко тоже переставляли ударение, классическое ударение было Пасквиль, но когда хотели придать особое значение, обратить внимание на чьи-то действия, порой не самого лучшего содержания, то говорили он выдал очередной Пасквиль, с ударением на последний слог. Если мы с вами обратимся к словарю Владимира Даля, мы с вами здесь всегда обращаемся к классике, то он определяет в своем словаре слово Пасквиль как безыменное, вот заметьте, толковый словарь русского языка и максимально Даль вычищал вот эти иностранные заимствования. Он не стал писать анонимное, он пишет безыменное, то есть сейчас безымянное мы скажем, безыменное, поносное сочинение или обращение к кому-либо. При этом, простите за моветон, поносное никакого отношения к диарее не имеет, а слово понос это было как синоним слова донос, как чего-то неблагонадежного, некрасивого, нарушающего нормы. Таким образом, Даль дал две основные характеристики определения Пасквиль, что это всегда безыменное, анонимное, и это всегда носит клеветнический характер. Вот сочинение такого рода. При этом Даль на многие явления обращал пристальное внимание, ведь просто для наших слушателей и зрителей скажем, что он был еще и выдающимся литератором, а не только знатоком и собирателем, я бы даже сказал, хранителем русского языка и борцом за его чистоту. Он дал очень много ярких определений и русскому национальному характеру, и менталитету русского человека. Мне, например, близко вот такое определение, у меня есть шеститомник Дали, похвалюсь этим, 1898 года издания. Огромное удовольствие доставляет листать эти пожелтевшие страницы с ятьями, естественно, с той грамматикой, которая была до видоизменения внесенных русский язык большевиками. Так вот, том шестой начинается с произведения Дали под названием «Солдатские досуги». И начинается со следующей фразы, которая, несмотря на то, что написано в конце 19 века, не утратила актуальности, а может быть, даже усилилась актуальность этой фразы, не утратила актуальности и по сей день. Там Даль обнажил три основных причины, мешающих нам грамотно и рационально устраивать свой быт. Даль там пишет, «Есть у русского народа три врага, три супостата. Авось, небось и как нибудь». Три врага, три супостата. Авось, небось и как нибудь. То есть, вот это очень хорошо передает наш сам национальный характер. Попытка сделать что-то в последнюю секунду, приготовиться к экзамену в последнюю ночь, написать служебную записку за час до совещания, изготовить какое-то изделие за несколько часов до того, как оно уже должно быть в работе и так далее. Вот это все существует. И как-нибудь тоже существует. Основательность, присущая лучшим представителям нашей с вами нации, но она, к сожалению, не распространяется на всех. Поэтому я считаю, что если мы с вами преодолеем эти три беды, то это будут самые лучшие реформы нашего сознания, мировоззрения, и тогда мы действительно смело можем двинуться впереди планеты всей. Ну, а пока во многом еще так. На авось, да, и на как-нибудь. Вот. Поэтому Даль придавал большое значение чистоте русского языка, и в этой связи тем более собирал иностранные слова, такие как пасквиль, и этим словам пытался дать соответствующие определения, которые были бы понятны русскому читателю, русскому человеку. Причем, надо заметить, что пасквиль был уголовно наказуем до определенного периода. Если выяснялось, что донос носит ложный характер, за это следовало уголовное наказание. И вообще слово пасквиль входило в юридическую практику еще до конца XIX века, именно как термин, по которому может быть назначено судебное расследование, следствие и так далее. Сама история с доносами, она же для всего мира не новость. И по большому счету она не новость и для нас с вами. Если в середине XIX века в русский язык вошло слово пасквиль, как наиболее такая яркая квинтэссенция понятия клевета, донос, злопыхательство, очернительство, вранье, ложь, брехня и так далее, то это не означает, что самой, простите, вот за этот оксюмарон культура доносов не существовала. Она существовала со времен Киевской Руси и в принципе донос был инструментом решения очень многих проблем. Я вот приведу такой достаточно, на мой взгляд, неизвестный, об известном, это наша с вами жанр и рубрика пример, как донос Ивана Калиты на своего троюродного брата, которого посадили на княжение в Тверь и в результате этого доноса эта личность была устранена и был посажен тот человек, который был близок уже самому Ивану, князю. Подобным методом, кстати, действовал еще и Иван Третий, когда такими же методами пытался решать вопросы с устранением своих политических соперников. То есть это очень был эффективный инструмент до определенного периода. При Петре Первом так называемая культура доносов вообще превратилась в элемент воздействия. Да, кстати, еще до Петра Первого во времена татаро-монгольского нашествия, а мы с вами как-то говорили, что уже много лет назад в исторической науке в российской отказались от понятия татаро-монгольское иго, от самого понятия иго. Так вот, во время татаро-монгольского нашествия баскаки, грубо говоря, сборщики налогов, податей, они ввели культуру доноса в официальный ранг. В сущности, человек мог получить премию за тот заграмотный донос, если он действительно соответствовал тем обстоятельствам, о котором в этом доносе писали, в этом пасквиле, о котором писали. И вот, кстати, тоже по поводу баскаков есть такая ставшая, это не анекдот, а это действительно пришедшая из веков фраза, которая очень хорошо отражает мировоззрение русского человека. баскаки прибыли в Золотую Орду и сообщают, что вот они собрали все подати, все, что могли, и их хан спрашивает, так, а как вели себя русские? Они, говорят, были очень расстроены, на что им из Золотой Орды хан говорит, у них еще есть средства и деньги, у них еще есть имущество, поезжайте заново. Баскаки говорят, да нет, явно они уже были с такими печальными лицами, ничего у них нет. Но, тем не менее, они ослушались приказа, вернулись и привезли еще столько же. Хан спрашивает, так что русские? Они, говорят, плакали, рыдали, рвали на себе волосы. Все, теперь мы у них все точно забрали. На что хан говорит, возвращайтесь, у них еще есть. Да нет, уже тут баскаки пытаются возразить. Ну, куда нам возвращаться и что собирать? Как говорится, гол как сокол, ободрали как липку. И, тем не менее, возвращаются снова с податями и с имуществом. На что хан их спрашивает, как вели себя русские на этот раз? На что баскаки с некоторым удивлением говорят, они смеялись. На что хан отвечает, вот теперь у них действительно ничего нет. Все. Это вот тоже, на мой взгляд, история полулегендарная, полумифическая, она тоже отражает особенности в том числе и нашего менталитета. Поэтому донос, который тогда еще не назывался пасквилем, он был очень популяризирован баскаками, как инструмент решения проблем. в петровское время в петровское время донос становится формой решения и сведения счетов друг с другом. Но в петровское время, соответственно, за ложный донос уже следует соответствующее уголовное наказание. Долго думали, уже и в послепетровскую эпоху, как же этим инструментом доноса или пасквиля, в том числе пользоваться дальше. Что больше от этих доносов пасквилей пользы или вреда? Что они приносят? И, на мой взгляд, при Николае Первом после восстания декабристов была сформирована профессиональная организация, профессиональная структура, которая этими доносами исключительно и занималась. Третье жандармское управление. И мы с вами помним, один из ярких представителей, который возглавлял это управление, был господин Бенкендорф, где к доносам относились со всей серьезностью. И вот, кстати, мы же с вами не можем пройти мимо каких-то исторических фактов, так или иначе их не откомментировав. К самим декабристам было всегда отношение, как к революционерам. Но это, кстати, легендарно формировалось в том числе и в советское время, и в российских учебниках истории, для школьников, для высших учебных заведений. Но я всегда задавался таким вопросом, а можно ли считать героями нашего времени, ну и героями того времени? И можно ли считать людей революционерами, призывающими общество идти во что-то светлое и яркое, главной программной целью организации которых была убить царя? Организация ставит своей целью убить помазанника божьего главу государства. Ну какой мы из этого можем делать вывод? Террористическая организация? Экстремистская организация? Как ее сегодня бы квалифицировали? Организация призывает к свержению современно действующего политического устройства, политического строя, и призывает к убийству легитимно избранного главы государства. То есть если взглянуть на многие обстоятельства с точки зрения оценки, дать оценку с точки зрения здравого смысла, многое покажется совершенно в ином свете. Так вот, собственно говоря, вот эта культура доноса, она существовала и прожила весь 19 век и начало 20 века, и, собственно говоря, она перешла и в этику советского времени. И здесь я бы хотел вспомнить слова нашего советского писателя Сергея Довлатова. К нему у многих неоднозначные отношения, у меня тоже есть определенные какие-то критические замечания, но, как мне кажется, то, что он был яркой личностью, писатель, профессионал с большой буквы, это не подлежит сомнению. Так вот, Довлатова, которого уж никак нельзя назвать сторонником сталинизма, он был совершенно с другой стороны. У него есть следующая такая замечательная постановка вопроса, которая сводится к следующему. Да, репрессии Сталина были, и посадки были, и ГУЛАГ был, но разве Сталин написал 4 миллиона доносов, 4 миллиона доносов, это только по официальной статистике написано к советскими гражданами, друг на друга, разве это Сталин задает вопрос Сергея Довлатова. И здесь мы с вами должны понимать, что вот это использование пасквилей, ведь пасквиль может быть безобидным, то есть я прошу прощения, не совсем правильно выразился, он не может быть безобидным, он, скажем так, может не иметь какого-то практического результата. Ну, написал кто-то безымянно, анонимно, что вот этот человек вчера был пьян, подрался в ресторане, разбил витрину, но это не так. Человек возразил, что это не так, все на этом успокоились, но пасквиль донос может же и зачастую так и было в истории, иметь и очень опасные практические последствия. Человека могут лишить должности, он может быть снят с поста самого высокого в правительстве, может снять с поста ректора, директора завода, директора музея, директора крупного издательства, да почему, собственно, только директора, человека, который вообще является исполнителем, функционером в коммерческой структуре, в государстве, представлен на госслужбе. Не только, может быть, сняться с этой должности, но путем доноса многие, те, кто ставят вот эти свои цели, могут добиться и возбуждения уголовного дела в адрес этого человека, и самое страшное, могут добиться уголовного преследования, уголовного наказания, а порой по ложному обвинению и вынесения до отмены смертной казни, смертного приговора. И этот инструмент, он при всей своей чудовищности, тем не менее, всегда был весьма эффективен. Мы с вами остановились на цитате Довлатова и упомянули сталинское время, но это же было не только в Советском Союзе. Доносы активно использовались и в Соединенных Штатах Америки, и в европейских странах. Донос как инструмент устранения политических соперников использовался и в странах Азии, и Ближний Восток, и Дальний Восток. Все эти регионы в том числе были подвержены вот этой структуре формирования определенной политической палитры, основанной на доносе. И Пасквиль и Донос могли помогать решать очень крупные проблемы, вплоть до устранения человека, вплоть до лишения его полномочий. Ну, кстати говоря, если за примерами ходить недалеко, то мы с вами можем вспомнить о том, как путем абсолютного очернения подмены обстоятельств уже 10 лет тому назад, сейчас такой в этом плане трагический юбилей, на Украине был совершен госпереворот и легитимно действующий президент страны Янукович был отстранен от должности, а потом был еще и вынужден, как вы хорошо помните, скрываться, в бега пустился, ибо его жизни угрожала физическая смерть, расправа его преследовала правый сектор, азов, все те структуры запрещенные к упоминанию, как сейчас пишут кругом, наряду с ИГИЛ в нашей стране. Поэтому пасквиль вещь очень небезобидная. Если возвращаться к советскому времени, то и пасквиль, и донос пережили и Хрущевское время, и Брежневское время, пережили и 80-е годы, и многие, кто в то время жил, и кто, собственно, жив и сегодня, еще и помнят такую систему, которая появилась в советские времена в постсталинский перил, как товарищеские суды, где в основном рассматривались те самые, как писал Владимир Даль безымянные, клеветнические записки, обращения, сочинения. И несмотря на анонимность, безымянность этих обращений, они брались в деловой оборот, они брались в работу и собирались, собиралась общественность на этот так называемый товарищеский суд вызывался тот человек, который фигурировал в этом пасквиле, в этом письме, которое поступало, ну и порой, ну просто был вынужден доказывать, что он не верблюд, как в известной пословице. Порой это были совершенно чудовищные обвинения, часто они касались и интимной стороны жизни, что по сегодняшним меркам представляется совершенно недопустимым, ибо твоим коллегам по работе по меньшей мере не должно быть интересно, не должен быть вызван интерес к тому, с кем у вас какие-либо любовные взаимоотношения оформились или в этом коллективе, или за его пределами. Это абсолютно личное, частное дело каждого. Но вот что любопытно, какими бы чудовищными не были обвинения в этих доносах, которые поступали в товарищеские суды, даже если они опровергались, то есть человек доказательно объяснял, что все сказанное в этом обращении письме неправда, то в любом случае вызов на этот товарищеский суд являлся пятном на биографии человека. И было уже очень трудно отмыться от того, что он был фигурантом по этому неуголовному, но товарищескому делу и товарищескому преследованию. Поэтому пасквиль это явление сколь историческое, столь и современное. Какие еще синонимы я бы привел в современном мире к слову пасквиль? Инсинуация, тоже иностранное слово. Фейк, популярное нынче, и тоже иностранное слово. Есть вот такое подзабытое словечко из 19 века либелла, либелла. Уверен, что немногие из вас его слышали. И либелла означает краткая книжонка, то есть вот так и сказано, потому что книга нельзя назвать, это именно такое клеветническое произведение. Краткая книжонка клеветнического поносного содержания. Это вот это либелла. Это тоже синоним по большому счету этого слова пасквиль. Поэтому этимологию мы с вами разобрали, и мы понимаем, что очень важно осознавать тот факт, что от понимания значения слова, от тех синонимов, которые существуют для многих иностранных слов, зависит, как я уже говорил, политический окрас, политическое содержание. Поэтому если я не призываю к тому, чтобы мы отказались от слова пасквиль, в нем есть своя романтика, есть свой флер, опять же, простите за иностранное слово, но если мы с вами все-таки вместо пасквиля будем говорить ложь, клевета, донос, брехня, обман, очернительство, то значение этого слова, по крайней мере, в нашем с вами сознании, будет носить совершенно иной характер. На этом мы с вами сегодня завершаем. Дорогие товарищи, в Москве открылся культурно-просветительский центр «День», включающий в себя книжный магазин, галерею и лекторий. Конференции, встречи с авторами канала «День», выставки работ художников круга газеты «Завтра», книги издательства «Наше завтра» на третьем этаже ТЦ Добрынинский в трех минутах от станции метро. ТЦ Добрынинский